Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Некоторые окна возможностей уже упущены. То есть просто неинтересно, мне кажется, в этом сейчас уже разбираться. Интересно разбираться с тем, что делать дальше. Несколько коротких тезисов в комментировании нашей дискуссии. Первое. Мы недооцениваем то, до какой степени утрачена компетенция в конструировании, создании новой техники. Не только в авиастроении. Я несколько месяцев назад общался с представителем нашего судостроительного предприятия, которое занимается ледоколами. Говорю, что так долго строите? Они говорят, понимаете, создаем заново ледоколы. То есть компетенции советского ледоколостроения утрачены. Они просто создаются заново. То есть, по сути, да. То есть все, разорвали цепь, все. Какие-то элементы, конечно, есть. Но, по сути, вот, именно если говорить об интегрированных системах, эти компетенции создаются заново. То есть вот, и они, в принципе, создаются. Медленно, но создаются, если брать то же самое ледоколостроение. Ракетостроение. Чего так медленно, значит, так нескоро, значит, новая ракетная техника. Компетенции по конструированию новых ракет заново создаются. Вот этот эффект разрыва нельзя недооценивать. Потому что одно дело поддержание серийной техники, вот, в тлеющем состоянии с этими малыми сериями, так сказать, или штучными и так далее. А другое дело создание новой техники. Поэтому даже при всех недостатках очевидных и запрограммированных на старте, я согласен с критиками всего этого беспощадного лоббизма, значит, начала 2000-х годов. Значит, даже вот при всех этих издержках тот опыт с точки зрения конструирования новой техники, который есть, он ценен. И результат надо вытягивать на рыночную траекторию. Дальше нужно... Михаил, а вы могли бы прокомментировать... А если он не вытягивает... Вы могли бы прокомментировать... То есть вы отвечаете и ответите, пожалуйста. Я не отвечу, но я говорю, что при проведении правильной промышленной политики и Суперджет и МС-21 вытягиваем на рыночную траекторию? Вы могли бы прокомментировать ту ситуацию, которая сложилась между государством, аэрофлотом и Сухим, которая вынуждает, не вынуждает, точнее, а которая способствует тому, чтобы Сухой не летал, а стоял? Очень важно, чтобы МС-21 не повторил институциональных ошибок Суперджета. Многие ошибки не конструкторские, не технические, а организационные и институциональные. Если Суперджет у Аэрофлота летает мало, то он летает мало в том числе потому, что Аэрофлот может себе это позволить с экономической точки зрения. Аэрофлот, как якорный заказчик нового самолета, выбил себе такие преференции, при которых государство компенсирует ему простой этих самолетов, чего даже близко нет и не может быть в случае с зарубежной техникой, которую эксплуатирует Аэрофлот. То есть, по факту, единственный выгодоприобретатель во всей этой истории – это государственная компания Аэрофлот, которая мало того, что получает… Аэрофлоту тоже навязали ситуацию, но это пример дурного компромисса. Как говорят, верблюда – это результат межведомственных согласований, где на старте была лошадь. Это результат дурного компромисса, который не спасает ни эксплуатантов, авиакомпанию, хотя они при своих. Не решает системно проблему авиапрома. Аэрофлот, многое из того, что мы сейчас видим с точки зрения Мочилова, наших авиастроительных проектов, раньше это, может быть, было связано с пиаром и заказом Моторсича какого-нибудь. Сейчас это связано с пиар-службой Аэрофлот, по моему ощущению. Не хочу делать категоричных утверждений, но просто констатирую, что имею такое ощущение. Странно, что сухой суперджет постоянно фигурирует. Это отдельная тяжелая история, можно ли вытягивать на рыночную траекторию. Я не уверен, что на полную окупаемость, конечно. И вообще, может быть, полный цикл затрат нигде никем не посчитан. Но проблема в том, что для того, чтобы на какую-то траекторию все это вытянуть, необходимо очень сильно вложиться в систему послепродажного обслуживания, в систему поддержки продукта. Я недавно присутствовал на сессии двигателя-строителей. И там представитель эксплуатирующей организации говорил о сравнении моделей. Значит, про этот двигатель 1100G и двигатель SAM 146 для суперджета. К этому двигателю, после, по крайней мере, в прессе было много информации о том, что к нему авиакомпании предъявляют претензии, что есть какие-то трещины, что раньше времени он выходит из строя. Значит, это эксплуатирующая организация. Это не лоббист, в данном случае, вообще промышленности. Человек, который выступал. Он показывает статистику по этому новому двигателю Pratt & Whitney 1100G и по SAM 146. В целом параметры сопоставимы с точки зрения статистики отказов, с точки зрения отказов в воздухе. Статистика у SAM 146 лучше, у этого российско-французского двигателя. Но за счет чего Pratt & Whitney обеспечивает конкурентоспособность. Они заливают проблему деньгами на этапе после продажного обслуживания. То есть они очень серьезно вкладываются в пул запастых частей, подменных двигателей, в удобство для эксплуатанта, для ремонтных организаций. Значит, все это требует чего? Это требует инвестиций. Но не только. Это требует слаженной, осмысленной работы команды. Суперджет обязательно надо вытягивать на какую-то нормальную траекторию эксплуатации. Но для этого необходимы институциональные же условия. Для этого необходимо на нижнем уровне команда, которая занимается этим проектом. А мы видим, что там директора меняются с какой-то безумной частотой. И явно эта команда не складывается как единый организм. А на верхнем уровне необходим крупный государственный стейкхолдер, лоббист. То есть человек, который сможет... То есть этот человек должен быть уровень вице-премьера, или главы Ростеха, или кого-то... То есть лоббист самого верхнего эшелона, который сможет обеспечить необходимое количество и качество инвестиций. Не только количество, но и качество с точки зрения институциональной конфигурации. Для того, чтобы эти проекты, в которые действительно вложено много сил, времени и денег, вытянуть на нужную траекторию. В случае с МС-21, да, если проект откладывается, но нет хода без добра, это шанс не повторить ошибок. И у меня ситуация, конечно, с двигателями, которых уже должно быть заказано 350 штук, по имеющимся соглашениям, очень напрягает. Потому что, по сути, это весь объем российского внутреннего рынка. Правильно ли делать авиакомпании арбитром в этой ситуации? Абсолютно неправильно. Потому что авиакомпаниям вообще не нужен российский авиапром. Он им просто в целом не нужен. В массе своей. Филев говорил, при том, что это хороший бизнесмен с стратегическим мышлением, что я буду пересаживаться на российские самолеты, только если они будут лучше иностранных. Они не сопоставимые, не когда-нибудь предложат что-нибудь сопоставимое, а просто лучше. То есть, если их предоставить самим себе, то авиапром им просто не нужен. Поэтому это могут быть только, может быть, системы стимулов со стороны государства, позитивных и негативных. На мой взгляд, в случае с МС-21 нужно серьезно подумать о том, чтобы якорный эксплуатант этого самолета, со стороны российского авиапрома, был настолько жизненно в нем заинтересован, что для него это было бы, по сути, главным фактором выживания и сохранения в рынке. Эксплуатация самолета с государственными субсидиями, с государственной поддержкой, с преференциями. Вот для Аэрофлота это не так. Аэрофлот живет на другом. Аэрофлот живет, в том числе, на абсолютно нерыночных вещах, связанных с платежами, значит, за пролет по российской территории. И дальше они начинают, так сказать, получив все эти платежи, строят из себя суперрыночную компанию, которую государство выкручивает руки, чтобы поддержать, значит, всяких нахлебников. С ними каша не сваришь. Необходим якорный эксплуатант, для которого поддержание, так сказать, эксплуатации этого самолета, вот, и завоевание его, и обеспечение его репутации будет единственной путевкой жизни, в жизни, единственным фактором самосохранения. То есть, может быть, стоит подумать о том, чтобы это была авиакомпания, так сказать, средняя, так сказать, которая будет союзником, на старте союзником и государства, и авиапрома, с точки зрения, значит, формирования самолета уже не как технического проекта, как технический проект, он все-таки, видимо, так сказать, более-менее складывается, а именно как бизнес.